арт-центр гараж здесь я был сильной депрессии когда меня не взяли сюда художниками ни на какую должность не взяли сюда берут кого угодно но не меня не александра ленина арт-центр гараж мы его прошли это великое место великие красивые дома каждый дом уникальный каждого окна уникальная разрисованы они взяли меня я разрисовал все дома пейзажами красивыми каждое окно уникальное как антонио гауди и вы видите ли какая красота называющая вам мысли о прекрасном вот тоже есть гаражи ты их это так для более нищих так для более не талантливых художник у меня даже сюда не взяли не против я блог засниму вот короче мой подписчик говорит имя короче он ставил лайки на все мои посты там не на все на рисунке я что-то подумал а чё бы ему не написать посмотрю красноярск думать вот единственный человек может может быть он меня примет качественно идем аптеку или зайдем тебе посмотрим где там сайт есть где написано список название лекарств и аптеки да давай по пути зайдем этом час обозревал арт галерею арт-центр в центр россии гараж меня туда не взяли еще обозревал расписные дома красивые разные каждый дом уникальный пейзаж видишь один дом такой уникальный этот дом вообще не похож на каждый дом уникален все пизы все разрисовано красивыми мозаиками потому что арт-центр гараж меня взял на работу художник александр алёнин с удовольствием взяли повезло что мне не заставили объясните написать просто проехал да повезло потому что там стояла машина полицейских и что-то из-за этого объяснить ну логика понимаешь на супер логика там арт-центр гараж и логика где красивые дома вон дом ветер с презентационной мозаики голубой а он зелененький розовые оттенки видишь это все я бы это мне это мне вот все позволили рисовать за свои средства потому что государство заботится своих людях потому что у нас у нас ведь люди как они они говорят художнику ты прекрасен то что ты собираешься выпить три сидра это прекрасно даже в ван гога была шизофрения но у тебя нет потому что ты сам признаешь что ты не совсем себе и мы значит видим в тебе мы умные мы умные разносторонние мы видим в тебе что у тебя ты осознанный человек тебя нет шизофрении потому что настоящий шизофрений не признает себе шизофрению вот так вот вот как говорят девушки здесь особенно учтивые и вежливые в россии красноярске особенно они говорят они не говорят сначала блять я училась в твоей же школе но не выросла такой же светопадкой как ты а выросла риэлтор шей супер нужная профессия миллионы риэлторских регельств в одном моем городке они отличаются учтивостью вежливостью женственностью настоящее я обожаю у нас хорошие вообще хорошие как видишь строение хороший генофонд будущее нас ждет прекрасно путин сказал мне вот мама и бабушка сказала что путин сказал ждет хорошее будущее я сказал я сказал хорошее ждет затнись мне есть видос на канале может посмотреть там в саду я работал помогал бабушки и маме таскал навоз она сказала про путина что он хорошему будущему нас ведет так что все нормально да 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 вот политика лидеры борец вот смотри здесь тоже прекрасно потом мама сказала мне перед этим что пакет яровой прекрасная красивая женщина с красивым уточенным носом или это набиуллина или яровая короче прекрасные черты лица знаешь славянские черты лица отечественные и она сделала так что вот вот этот камера на которой снимаю нас прослушивают все что я говорю и записываю и все что мы говорим она записывает это введено в закон сначала на пакет яровой ввела а теперь еще закон такой ввели что все что ты говоришь записывается на вот эту вот камеру понимаешь это мама мне зачитывал прям закон законопроект я говорю ну у нас настоящая демократия то есть у нас нет тоталитаризма не нет ничего такого все отлично мы должны здесь оставаться жить жить и радоваться да путин молодец не осмотрит соловьева моя бабушка говорит ты тупой блять ты тупой ёб твою мать ты тупой потому что ты не смотришь телевизор не смотришь новости не знаешь что в нашей стране моя бабушка она очень сдержанная как и все мы здесь у нас такой менталитет менталитет это знаешь цивилизованность держим перерочить они говорят блять всякие разные фразы потом говорят ты тупой а потом объясняет причину потому Может ты не смотришь телевизор, Путина новости, Славьёва... Все такое... У тебя шизофрения, говорят, ты не смотришь Путина новости. Открутаю тебе колбучок. Спасибо. Собирал какое-то время. А у меня есть тигр. Тигр. Футболка с тигром, но я не ношу. А что? Да. Да. Да потому что это то же самое, что футболку с волком носить. Ну да. У меня в школе была сумка, ну шмотник, говнарский. Да-да-да. Цитатник. Волочь и цитатник там надо. Надо цитатки, значит волк там. Я волк, ты волк, мы волк, они волк. Короче, это. Подожди, подожди. Видим здесь прекрасное. Тут спокойствие, неуверенность и легко. Тут тишина, спокойствие, вообще легко. Для детей особенно. Вон ребенок будущий растет. Он не вырастет шизофреником, не вырастет какими-нибудь там пьяницей. С тревожным расстройством или еще с чем-то. И знаешь, он не будет говорить, блядь, у тебя шизофрения, у тебя, ты социопат, потому что я учился в твоей же школе, но вырос банкиром или вырос мелким там этим, мелким банкиришкой, который тысячонку на выпивку раздает людям. Я супер нужен людям человек, а ты социопат, ты шизофреник, потому что ты делаешь эксперименты и еще еще называешь себя художником. Вот что он будет говорить, когда вырастет. Да таких много, к сожалению, у меня много. Ко мне лезут такие в жизни много, очень много. Там тысячи, тысячи таких у меня в личке и в комментариях. То есть они считают, что все, мне капец, если я сделаю эксперимент с сидром, например. То есть, представляете, в Мангог напивался этим абсентом, который вызывает галлюцинации, и еще кофе 50 чашек в день пил, обкуривался на жаре. А я просто один раз решил провести эксперимент с четырьмя сидрами. И все, все, ты самый опасный, это компромат, до конца моих дней они напишут на другой доске. Это самый худший человек в мире, он, точнее, это даже недочеловек. Он посмел принять четыре сидра, он выпил четыре сидра, больше ничего он не достиг, ни картин не написал, ни музыки, ничего. Он был, если он выпил четыре сидра, значит диагноз ставим, шизофреник. Тут каждая, каждая умная девушка, понимаешь, умная, не тупая, она ставит диагноз тебе сразу же. Если ты, например, она просто, знаешь, где-то дядя, шизофреник, социопат, социофоб, ну, социофоб, она как бы умная. Think about, у нее много ума набралось, она знает все, наперед, она знает, кто такой аутист, а кто не аутист. Каждая здесь знает все, кто дебил, кто дурак, сразу все знает, сразу говорит, даже не задумываясь, потому что она телепатически умеет. У нее телепатия, понимаешь. Представляешь, такая девушка будет в суде, а такие работают в суде, в полиции. В полиции в суде такие работают, так что, ребята, вы там радуйтесь жизни, пока вы не побались. Менты вас, они погладят вас легко по кадыку, по печени, а вот их начальница вот такая, которая сразу диагнозы ставит, просто видя, даже не видя, человек сразу, ах. Этого на бутылку, того, блять. Да, да, да. Куда? Вот вы тогда, ну, вы вспомните мои слова, как бы, ну, хотя лучше не живите, как говорится, чем больше мудрости, тем больше печали, как говорил Соломон. Ну все. Я простой русский человек, работал вчера в саду, таскал навод и все такое, видео снял. Мне не стыдно это показать. Наверное, я больной шизофреник, поэтому. Ну да, мне бы поставили диагноз, что опасный шизофреник работает в саду, пополгает бабушке. Да. Опасный социопат. Он не стал риэлтором в городе. Он стал... Бороду вот растил. Знаешь? А знаешь, психолог, как это за... Те, кто в Бога верит и бороду утрачивает, это называли староверами. Ну, визуально похоже, кстати. Здравствуйте. А у вас страдает флокситин зарубежный? Да. 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 А... Кирлиджем... Да. Скорость. Здесь остальные 5 миллиграмм. Да. 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 Где-то дешевле. Где-то дешевле. Ага. Давай посмотрим на интернете, где-то дешевле. Там, сайт есть. Списать все это, пет. У меня в городе ничего нету. Мне обещали привезти флокситин. Ну, врач сказал строго, что только зарубежный. А что это на препаратах? Ну, это антидепрессант дешевый. Антидепрессант накапливающего действия. Он ускоряющего действия. Я раньше пил замедляющего действия антидепрессанты. Дорогие. Ну, по тысяче рублей и там что-то. Все началось с того, что меня девушка разлюбила. А у меня... У меня просто единственная девушка была. Три года отношений. Больше никого нету. Поэтому я больной психопат. Сумасшедший социопат. Вандал. Значит, ладно, я заткнусь. Извини. Если я выпью, я заткнусь и буду просто задумчиво сидеть. Я, кстати, недавно стал пить. Раньше я вообще не пил никогда. Просто представляешь, ты живешь в такой стране, где каждый пьет на праздник, традиции. Каждый бухает, каждый курит, пьет. И ты не понимаешь, с Нибиру ли я или с Нептуна. Почему я не пью и не курю? Почему мне это не интересует? Никакого эйфории ничего не вызывает. Нужно же хоть раз поднять простых людей. Если я... Смотри. Вот если я высоковерный шизофреник, там, ублюдок, негодяй, то я не буду, я буду. Фу. Вы все ниже меня. Я Евгений. 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 Панасенков. Я не пью. Ха-ха-ха-ха. Перис. Я люблю Перис. И он любит Перис. Все Евгений Панасенковы любят Перис. Ну, не все, а один только. Ну, в общем, это... А я простой человек русский. Мои предки воевали за Родину. И все деды умерли. И я решил пойти в народ, как художники-передвижники. Рисовать. Рисовать для народа. Рисовать и пытаться понять народ. Выпить алкоголь, который пьет народ. И сигареты курить, которые курит народ. Работал грузчиком, как обычный человек. Подметал там... Помойки лазил. В гаражный кооперативе работал. И был счастлив. Потому что я простой человек. Но простые русские люди, россияне, россиянки особенно, они не любят простых россиян. Обычно. Они обычно называются их там. Ну, не будем говорить. Угу. А ты же на камеру. Да это просто не имеет смысла. Я просто успокаиваюсь. Все, смотри. Боремся с патриархатом. У нас самая патриархальная страна. Смотри, это продукт патриархата. Это. Это. Смотри, у него длинные волосы. Это все патриархат виноват. А у меня пока что еще не длинные. Я, черт возьми. Чертов сперма-бак. Мы уничтожим патриархат. Я в саду уничтожал патриархат лопатой. Замочил. Бабушка у меня говорила, что в психушку взяться. Я говорю, так я же против патриархата борюсь. Как так-то? Ты должна помогать, на моей стороне быть. Она хотела у меня по башке ударить лопатой. Я говорю, давай. Сделай так, чтобы сдох последний. Этот. Мужичи... Мужичишка. Не нужен. Обществу. Ну, короче, вся какая-то кафедра. Короче, жизнь у меня полная херня. Скучно. Сижу один, как пуфил дома. Ко мне там целый отряд братишек забрался на стрим, когда я на гитаре играл. Поставили 21 лайк. Я потом включил заявленного слоника, чтобы успокоились. Они успокоились после этого. А еще я включил свою любимую эту. Из зеленого слоника. Из зеленого слоника. Из зеленого слоника. Из зеленого слоника. Офицерское рассовье. Тогда они полностью успокоились. Дальше я уже заказывали разные там. Я Black Metal включал там. Goodbye Horses что-то заказывал. Но я Goodbye Horses исполнил, кстати. Что, нельзя показывать, где ты живешь? Не стоит, если снять. А что, ничего такого? Ну, я просто вот так и буду держать по себе. Я вырублюсь, куда подойдем. Да блин, если бы я жил в крутом городе, меня бы давно уже, наверное, убили. Я живу в закрытом городке, где меня не добраться. У меня там столько угроз приходит. Ну, тоже не знаю. Типа, обычно такие люди угрозают. Угрозают. Нихуя. Так там реально, блин. Нихуя. Там реально угрозы. Физические расправы. И причем там такие рожи. Там прям... Мрачные. Там на машине. Один чел на машине не хочет приехать с четырьмя типами. Кентами. Он же может в Железногорск попасть. Скор. Он мне голосовую отправил там. Я давно написал. Я сначала... Он мне написал. Типа... Че ты? Ну, я такой, типа... И прости. Ради Христа там. Я понимаю тебя. Я могу поставить тебя на свое место. Я сочувствую тебе. Когда меня оскорбляли, мне было очень тяжело. И сердце болело. И очень плохо. А потом я такой, знаешь, пишу все это. Пишу. Типа... Давай, будь счастлив. Не держи... Ну, будь как бы... Не... Не испытывайте тяжесть сердца от слов. Вот. Я ему просто написал. Еди на там. Ну, когда он мне написал грубость. Я ему вот ответ. Еди на. И короче, смотри. Он с анонимной страницы женской написал. Потом я читаю дальше вниз. И там целая тирада. Угроз. Надо еще в черный список добавлять. Целая тирада угроз. Я такой. Я это написал. То того, как прочитал твою тираду угроз. Но я все равно продолжу. Желаю тебе всего хорошего. Ну и короче, написал он типа, что... Мы должны держаться там. Что мужчины должны... Ну, бороться с патриархатом. Уничтожать друг друга. Вроде женщины. Женщина сказала. На. Фас. Уничтожь другого мужика. Обивать должен другого мужика женщины. Чтоб бороться с патриархатом. Ну, короче, я ему написал типа, прости ради Христа там. Желаю тебе всего хорошего. Но я... Я только потом прочитал твою угрозу. Но все равно. И короче, забанил. Он меня первый забанил вообще. А потом мне... А потом он мне прислал голосовые там это. Он там с собакой. И с четырьмя кентами. И хотят, короче, меня забить полностью. Ну, битый. Ну, короче, обычная ситуация в России. Ну, да. Классика. Классика, да. Художника. Забить нормально. Тем более... Тем более он сказал, что он знает, что у меня мама. Он сказал... Он первое повреждение... Я за пять минут... Знаешь, как я за пять минут узнал, что я тебе мама психушку сдала? То есть, представь, когда больного человека, даже готов уничтожить. Ну, блин. Такие... Обычно к больному даю богу. Ну, это как бы мужской поступки. Мы же мужики все. Мы русские мужики. Мы должны бороться друг с другом. Ага. Нужно заработать им на оружие. Фас. Всех гибают на войну просто там... С лопа с вилками. На войну пускают. Вилки в руки дают. А оружие продают противникам. Наживают. Ну, блин. Это то, как ведет себя стадо, наверное. Я особо... Так просто мне бабушка рассказывала, что когда на вторую мировую войну всех грибали, там их садили в тесные такие, как с котром. И кто выпрыгивал к своим близким попрощаться, их сами же русские стреляли. Россияне. А остальные национальности их, наоборот, спасают. Их подальше. Вот мне что возмутились. Я сказал, какого черта? Ну, блин. Таких ситуаций не много. Не только уже.